Итак, тема лекции «Возникновение культуры мышления». И на этой лекции мы рассмотрим происхождение философии, соотношение понятий философии и мировоззрения, соотношение понятий философии и наука. Итак, выделим специфические черты философского знания, рассмотрим функции философии и основной вопрос философии. Итак, слово «философия» в переводе с древнегреческого означает «любовь к мудрости». Согласно традиции, впервые этот термин используют древнегреческий ученый Пифагор. Это примерно 500-е годы до н.э. Ну, это не означает, что философия чисто древнегреческое изобретение. Философия возникает одновременно и на Западе, и на Востоке. И Карл Ясперц, немецкий философ, называет это «осевым временем». Это примерно 800-600-е годы до н.э. Это время, когда происходит резкий поворот в истории, начинается процесс самоосознания человеком собственного бытия. Появляется большинство религий, появляется направление философии и вообще сама философия. Это время, когда жил Конфуций, возникают Упанишады, когда возникают труды Гомера, Парменида и т.д. То есть, это время, когда независимо друг от друга, в разных частях мира появляются все направления философии. Разрабатываются основные категории, которые используются сейчас. Это время, когда закладываются основы мировых религий. Это время мощного духовного подъема в истории человечества. Что есть человеку? В чем смысл жизни? Существует ли абсолютная истина? Почему жизнь человека сложна и противоречива? Возможно ли построить справедливое общество, где все были бы счастливы? Вот такие вопросы стояли на заре возникновения философии, но нужно сказать, что и по сей день на них нет ответа. Однако, согласно тому, как отвечать на эти вопросы, можно подразделить философию на разделы. Философия – это способ рационального познания мира. В целом, философию можно определить как науку, изучающую основные закономерности развития существования природы, человека, общества и мира вообще. Конечно, это неоднозначное определение. Философия вообще носит двойственный характер и рассматривается, во-первых, как одна из форм мировоззрения, а во-вторых, как наука. Что такое мировоззрение? Это совокупность взглядов, убеждений, оценок, норм, идеалов, которые определяют, как человек относится к миру. Какие вопросы ставит мировоззрение? Что есть человек и мир? Откуда пришел человек? В чем смысл существования человека? Так вот, существуют три формы мировоззрения. Мифология, религия, философия. Мифологическое мировоззрение содержит в себе фантастическое и реалистическое восприятие окружающего мира. В мифах соединяются зачатки знаний, элементы верования, какие-то догадки, вымыслы. И основные черты мифа – это очеловечивание или антропоморфизм. Это нерасчлененность мира и невыделение его из космоса, или, мы бы сказали, синкретизм. Это отсутствие рефлексии, неких абстрактных размышлений. Это практическая направленность на решение конкретных задач, будь то хозяйства, будь то лечения болезней. Это эмоциональная форма выражения. Далее религия. Определяется как вера в существование сверхъестественных сил богов, которые влияют на жизнь человека, на мир вообще. Конечно, религия, религиозно-мифологическое мировоззрение во многом схож. Что отличает религию? Это наличие строгого вероучения. У каждой религии оно свое. Это жесткая религиозная организация и религиозный культ. И религия, конечно, носит более обязательный, систематичный характер, в отличие от мифологии. И философия, третья форма, самая последняя, это теоретически оформленное, рациональное мировоззрение. И в отличие от мифологии и от религии, философия не строится на догадках, не строится на вымыслах или на вере. Она строится на разуме. Она предлагает рациональную картину бытия, использует понятийная пора и пытается найти общие принципы бытия и оформляется в виде теории. Изначально философия являлась неким протознанием. То есть она была единственной наукой. Ее и называли царицей наук. Сейчас царица наук-математика. Раньше была философия. Дело в том, что любая наука называла себя философией. Это продолжалось вплоть до XVI века. До того времени, когда появляются или отпочковываются физика, химия, конкретные науки. Предмет частных наук – это законы какой-то конкретной области бытия. Предметом философии являются законы и устройства мира в целом. То есть законы, которые характерны не для части, а для всего целого. Философия опирается на данные вот этих наук конкретных, но служат ли они же методологией. То есть любая наука, вот любая научная работа обязательно содержит в себе философский метод. То есть специфика философии вот в этой двойственности. С одной стороны, она имеет много общего с научным знанием, но мы не можем назвать философию наукой в чистом виде. Философия отличается от всех наук тем, что является теоретическим мировоззрением. То есть философия обобщает накопленные ранее знания. И предмет философии, он шире предмета любой науки. То есть философия поглощает знания каждой науки. Философия имеет теоретический характер. Она содержит основополагающие идеи, которые лежат в основе других наук. И она во многом субъективна, то есть несет в себе отпечаток личности и мировоззрения отдельных философов. Философия изучает не только предмет познания, но и механизм самого познания. И философия в некотором смысле это рефлексия, то есть обращение мысли на саму себя. Познание обращено как на окружающий мир, так и на саму себя. Философия испытывает сильное влияние доктрин, которые были выработаны прежними философами. И в то же время философия развивается и обновляется. Нужно сказать, что вот эти неразрешимые извечные проблемы, происхождение бытия, первичность материи или сознания, вопросы бессмертия души, наличие или отсутствие Бога, они по сей день актуальны в философии и на них нет ответа, и они не могут быть разрешены, достоверно разрешены логическим путем. Далее. Функции философии. Это прежде всего мировоззренческая функция. То есть философия дает представление об устройстве мира, о том, по каким принципам происходит взаимодействие с окружающим миром. Методологическая функция. То есть философия вырабатывает методы познания окружающего мира. Критическая функция. Это смысл ее в том, чтобы все подвергать сомнению. Это необходимо для того, чтобы вскрыть противоречия, для того, чтобы расширить границы познания, для того, чтобы разрушить догмы о костенелости. Аксиологическая функция. Суть ее в том, чтобы дать оценку вещам, явлениям с позиции морали, с позиции нравственности. Аксиологическая функция в некотором смысле это вот сито, через которое пропускается, осмысливается ситуация и остается все нужное и отходит все отжившее. Аксиологическая функция очень актуальна в преломные моменты. в моменты крушения эпох. Далее социальная функция. Суть ее в том, чтобы объяснить эволюцию общества, состояние общества, найти те силы, которые движут общество. Далее гуманитарная функция в том, чтобы развить гуманистические ценности, привить мораль человечеству в том, чтобы помочь человеку адаптироваться в окружающем мире. Ну и прогностическая функция заключается в том, что на основании вот тех знаний, которые имеет философия об окружающем мире, спрогнозировать тенденции развития, спрогнозировать жизнь человека и общества. Далее. Методы философии – это то, как происходит философское познание. И для нас вот диалектика – это познание последования с учетом внутренних противоречий по закону единства и борьбы противоположностей. И метафизика – это метод противоположной диалектики, когда вещи, объекты, явления рассматриваются обособленно. То есть сами по себе, без позиции взаимосвязи, они рассматриваются статично, ну или однозначно. То есть не уделяется внимания противоречия. Каждая философская теория имеет главный вопрос, вокруг которого выстраивается вся система. Допустим, Милецкая школа в античности ставит главным вопрос о первоначале бытия. Для Сократа – главная проблема человека. Для нового времени – это поиск метода познания. Но каждая из философских систем по-своему отвечает на вопрос, что первично – материя или сознание. Так вот, это является главным вопросом философии. И в зависимости от того, как ответить на этот вопрос, как даются ответы на данный вопрос, и возникают направления философии. И, соответственно, два главных направления философии – материализм и идеализм. Материализм говорит, что материя первична, и он силен, поскольку опирается на науку, поскольку логически доказывает многие положения. И он слаб, потому что он не объясняет сущность сознания. И он не объясняет происхождение идеального. И виды материализма – стихийный, или мы говорим наивный материализм, либо наивный материализм был в Милецкой школе. Метафизический материализм, или материализм нового времени, в основе которого лежит изучение природы. В основе материализма нового времени всё движение природы сходится к её механистическим свойствам. Диалектический материализм говорит о том, что существует вот такое органическое единство материализма и диалектики. То есть, материя вечная, бесконечная, и она находится в постоянном движении, развитии. И вот это развитие происходит по законам диалектики. Сознание, согласно материализму, это свойство материи отражать саму себя. И Бог тогда, согласно материализму, это идеальный образ, созданный человеком для объяснения непонятных явлений. Согласно идеализму, первично духовное начало, то есть Бог, Дух, Идея или сознание, и материя возникает из Духа и подчиняется ему. Идеализм тоже разделяется на объективный идеализм, который провозглашает независимость идеального начала не только от материи, и субъективный идеализм, который утверждает зависимость внешнего мира от сознания человека. Ну и еще здесь можно выделить салептизм. То есть, суть его в том, что совершенно достоверно можно говорить о существовании только моего собственного «я» и «не моих ощущений». Это все, что касается данной лекции. И когда вы будете готовиться к семинарским заданиям, к семинарам, то важно, чтобы вы ответили на следующие вопросы. Когда и где зародилась философия? Каков предмет исследования? Какие типы мировоззрения вы знаете? Отличие философии от религии и мифологии. В чем же все-таки специфика философского знания? Является ли философия наукой? Вам необходимо будет назвать основные разделы философии и основной вопрос философии.